В период Советского Союза, значит, еще Горбачев, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него. Устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на Восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения. Где-то написано, где было закреплено это обещание. Вы молодец. Правильно. Обманули дурачка на четыре кулачка. У нас так в народе говорят. Значит. Продолжая нанесение огневого поражения противнику, подразделение противника, справа, в направлении рощи Длинной, ведут бои подразделения механизированного полка Алжирской народно-демократической республики, воинский плит Беларусь, Армения, Индия, Китай и Монголия. Огневое поражение противнику наносят боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72Б-3. Ну в принципе, я бы не цеплялся за взаимность в данном случае. Не цеплялся. Я знаю общий принцип у МИДа, принцип взаимности. Здесь, когда речь идёт об обеспечении наших интересов, ну нам нужно все эти принципы использовать тогда, когда нам на пользу идёт. Если нам что-то мешает, ну зачем нам такие принципы? Мне вам объяснят. Поезжайте на Донбасс и спросите украинцев, которые живут на Донбассе, какие ценности они защищают, родину они защищают, свою идентичность, свою историю и свой народ. Люди, которые там живут, вы это, наверное, лучше знаете, чем кто-либо другой, не живущий там, считают себя частью нашего общего гуманитарного, культурного, языкового, вы же говорите на русском языке. Это же родной язык для вас. Частью этого пространства. И поэтому, конечно, тем более оказавшись в довольно сложном положении за последние 8 лет, вы должны иметь возможность соприкоснуться с этим русским миром. Пускай сами думают о том, кто в чём виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки. Газпром и Россия как выполняла, всегда, так и намерена, и будет выполнять все свои обязательства. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами, вместе с Россией, где есть всё, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, технологии и прочее. Что им ещё надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну, не хотят, не надо, мы потихоньку будем выстраиваться. И с уважением к нам относиться. Ну, а без этого мы с ними вообще разговариваем. Мы же славяне. Мы с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря уже о России, не говоря о Беларуси. Россия – гигантская страна. Какие могут быть унижения? Ну, мы же помним, как там в Америке, начиная с предыдущего президента, мы исключение, корону на голову одел, мы миром будем управлять. Мы же помним, мы обсуждали эту тему. То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям. ПЕСНЯ А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берлингов пролив в США. Граница России нигде не заканчивается. В чём причина? Мы продаём свои товары. Мы готовы покупать европейские товары. Но они же сами не продают. Ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью. Отсюда и дефицит. Мы-то здесь при чём? Опять будут на нас сваливать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...